Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение начинается со слов, которые нам так просты, кажутся, так понятны. Но именно эти слова составляют сердцевину нашей жизни. Если мы внимательно посмотрим и вдумаемся в то, о чем нам говорит Священное Писание. В повествовании о Господе нашем апостол-евангелист Матфей пишет. И Иисус дал задание своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону Генесаретского озера, пока он отпустит народу. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Часто мы видим Господа нашего молящимся. Он, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, испытывал потребность. И совершал те действия, которые промыслительно напоминают нам о наиважнейших вещах в деле нашего спасения. Молитва, молитва, молитва всех вас спасет. Снова и снова повторял на смертном одре святитель Афанасий Ковровский. Мир, который вокруг нас. Общество, культура. Если мы заметим, все сейчас отрывает от молитвы. Каждый сантиметр нашего времени, каждый клочок нашего времени сейчас становится занят чем-нибудь. А к великому перескорбию многих из нас захватила и зависимость от гаджетов. Когда мы снова и снова не Богу молимся, не наедине с собой находимся. Когда мы снова и снова возвращаемся к электронным новостям. Нам хочется многое знать. Времена такие. Смутно, немирно. Мы все ждем каких-то новостей. Как бы мы хватаемся за телефон. Вдруг мы что-то увидим или что-то услышим. А вдруг мы что-то пропустим. Забывая о тех временах, когда люди получали новости из писем или из каких-то сообщений, которые шли иногда месяцами или годами. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что прежде и больше всего в нашей жизни должно быть уделено место молитве. А потом всему остальному. Молитвенное правило, как говорят духовно опытные люди, должно быть посильное. Лучше короткое молитвенное правило, но исполняемое постоянно, чем большое, но исполняемое кое-как. Мы все с вами сейчас проживаем особое время в жизни церкви. Дни попраздненства преображения Господня. И к кому нам обращаться за назиданием? Конечно, благо для человека, если он в своей жизни встретил, а может быть, встречает людей преображенных. Преображенных фаворским светом. Но часто и в наше время, и в более ранние времена, за неимением духовных наставников, мы обращаемся к книгам. Мы обращаемся к тому опыту, который оставили нам святые угодники Божии. И вот я хотел несколько строк посвятить тому, чтобы зачитать вам из творения одного из преображенных Господом нашим старца Силуана Афонского, который так в своих творениях размышлял о молитве. «Кто Господа любит, тот всегда его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребывает в любви Божией. Ибо через молитву приходит благодать Святого Духа. «Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят Богом и во смирении Духа стоит пред лицом Господа, которого знает душа молящегося». Молитва, как сказано в Священном Писании, дается молящемуся. Но молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах, она не угодна Господу. «Любящая душа не может не молиться, ибо она влечется к нему благодатью, которую познала в молитве. Для молитвы нам даны храмы, в храмах совершается богослужение по книгам, но и храма с собой не возьмешь, и книги не всегда имеешь, а внутренняя молитва всегда и везде с тобою. В храмах совершается божественная служба, и Дух Божий живет, но душа – лучший храм Божий. «И кто молится в душе, для того весь мир стал храмом, но это, – пишет он, – не для всех». Так помолимся, чтобы это было для нас, чтобы те земные поводы, в которых мы находимся, наши какие-то будничные проблемы, то, о чем болит наше сердце, пусть все это станет поводом для молитвы. «Умири нашу жизнь, Господи, молимся мы, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божией твоей благодатью». «Услышая о том, что кто-то болеет, помолимся, пожелаем доброго здравия человеку». «Приставился, отошел человек ко Господу, надеемся, что в этот момент, последними, может быть, его словами или мыслями, они были обращены ко Господу. «Ибо слово Господне остается неложным, в чем застану, в том и сужу». Помолимся, чтобы Господь нас застал в мирном состоянии духа, несмотря на наше развращение, несмотря на наше немирствие, несмотря на нашу неуживчивость, чтобы Господь застал нас в тот момент, когда мы со всеми будем примиренными, умиротворенными, в молитве, когда мы Господу будем благодарить. И пусть это действительно будет таким завершением нашего земного пути, которое ждет каждого из нас в тот или иной момент нашей жизни. Всех вас поздравляю с праздником. Напоминаю, что помимо молитвенного делания, Господь нам дает еще особое дело, дело милосердия, дело милостыни, и мы уже не первый раз сегодняшний сбор, который у нас совершается в храме, направляем на беженцев, на тех людей, которым сейчас хуже, чем нам с вами, которые, может быть, не имеют возможности помолиться спокойно. Вот эти средства, которые мы сегодня собираем, мы их посчитаем и напишем в телеграм-канале, отчитаемся, как говорится, о том, что вы пожертвовали, и постараемся как можно быстрее их перевести. Предстоящая неделя подарит нам радость встречи с замечательным праздником – Богородичная Пасха, День Успения Пресвятой Богородицы. Мы соберемся с вами во вторник вечером, накануне праздника. В сам день праздника две Божественные Литургии. Вечером в день праздника, в среду вечером, особый чин погребения Пресвятой Богородицы. Ну и также Божественная Литургия будет на следующий день, в день празднования нерукотворенного образа, и в этот же день совершается празднование Федоровского образа Пресвятой Богородицы. Это чтимый образ нашего храма, он находится справа от меня. Этот образ здесь с 1998 года. И, наверное, здесь в храме есть старожилы, которые помнят тот священный день, когда святейший патриарх Алексий с сонмом архипастырей вошел в этот Дом Божий, который некогда был одним из благолепнейших храмов города Москвы, потом находился в запустении, потом пришли благоговинные пастыри, их помощники, и возродили эту дивную святыню для того, чтобы здесь снова и снова совершалась бескровная жертва о Отечестве нашем, о всех людях наших и о всех тех, кто любит Господа нашего. Продолжение следует...